Александр Сергеевич, одну минуточку. Передайте Зинаиде Михайловне, что Розалия Францевна говорила, Анна Ивановна Капитолине Никифоровне дублёнку отдавала. Так что если... Извините, я ничего не могу передать. Зинаиде Михайловне она уехала. Как? Куда? С любовником на Кавказ. С любовником? И вы так просто об этом говорите? Оригинальный вы человек. Извините, Ульяна Андреевна, я занят. Однако у вас характер. Будь я вашей женой, я бы тоже от вас уехала. Будь вы моей женой, я бы точно повесился. Доброе утро, уважаемые телезрители, ещё раз. Программа «Новое утро». Я, Дмитрий Пивоваров, представляем вам сегодня королеву комедии Наталью Крачковскую, которая с блестящим успехом выступила на сцене Уникса в спектакле «Моя бабушка моложе меня». Впрочем, это живая энциклопедия развития отечественной кинокомедии. Это живая энциклопедия всего самого интересного, что когда-либо давал нам кинематограф, и в частности комедии Леонида Гайда, и так слово Натальи Крачковской. Сейчас очень много материала, очень много уже тех боёпиков, как говорят. Люди, которые мы практически общались с кем-то, уже о них снимают фильмы. Вообще вот это интересно вам, когда Брежневе, дочери Брежнева, Сахар Щёжик? Мне неинтересно это. Абсолютно неинтересно. Я не люблю душевного стриптиза. Я считаю, что жизнь каждого человека только его жизнь. Захочет поделиться, если не делится, значит не надо. Я считаю так. А сейчас, по-моему, уже такое идёт откровение совершенно ненужное, просто ненужное, в какой-то степени даже унижающее. Поэтому я считаю, что этого делать не стоит. Я так считаю, а остальные, наверное, считают иначе. Комедия вас сейчас как жанр способна обрадовать, рассмешить? Вот так комедия, которая сейчас... Можете ли вы вспомнить? А сейчас нет комедии. Это не комедия на уровне табуретки, простите. Это же не комедия. Это безобразие. А-а-а! Вот это что это такое? Я никогда не забуду, как Гайдай говорил. Если смеются на съёмочной площадке, зритель смеяться не будет. Понимаете? У нас не было этого. А зато я всех хохотал в зале так. И с таким удовольствием. И это ему настолько было на здоровье, что до сих пор здоровье. О чём за штуку хотите? Которая роща? Сто? Не смешите меня, двадцать. Что? За чудную берёзовую рощу двадцатку. Да тут одних сухих берёзовых дров кубоветру с сорок. А зачем нам ваши дрова? У нас, слава богу, паровое отопление. Ну, а это почём? Ну, дефицитный продукт. Сами знаете, нынче почём? Как отдать? Триста. Не смешите меня. Два синих цыплёнка и полкило огурцов. Триста рублей? Ну, я вижу, мадам, вы в благородной пище ничего не понимаете. Это не какие-то там цыплята. Да ладно, это дичь. Это дичь. А ваши цены не дичь? Ну, короче. Вы говорили, что Леонид Ильич всегда был хмурый, как туча. Ну, всегда, но он был такой, довольно такой сердительный. Он всё время думал, думал, думал. Но он мог и хохотать так, что вы, глядя на него, не хотите смеяться, но засмеётесь. Очень люблю вашу роль. Она, может быть, я не знаю, как вы к ней относитесь, это «Шторм Жорж». Да-а-а-а. Вообще, вот эта вся история с Массолитом, с запретами. Вообще, вся жизнь – это сплошной запрет, если ты посмотришь «Массол Магалиту». Ну, да, но могу сказать, что картина так и не вышла на экранах. Практически её так и не было. А картина хорошая. Хорошая. И там абсолютно точный образ. Абсолютно точный. Эта картина тоже, наверное, неплохая. Я её, кстати, не видела. Но там была точнее. Ближе к благоу. Чёрт, есть так хочется. Уже, между прочим, 11 часов, а Берлиоза всё, нет и нет. Состоится, наконец, когда-нибудь эта... Проклятое заседание! Хлопец, наверное, на плязне застрял. Позвольте, но заседание назначено на 10. А сейчас хорошо на плязне. Теперь уж, наверное, соловьи поют. Сыграть сатиру, сыграть ханженство, как было бы не может быть, это легче, чем сыграть... Вы знаете, я не могу сказать, что легче, что труднее. Для меня каждая роль – это, не знаю, кусочек жизни, что ли. Но, во всяком случае, я помню всё состояние, даже иногда помню, какое было во время работы в данный момент. Как вам нанесётся сейчас титул королевы? Ну, знаете, как-то я никогда не считала себя таковой. Я просто актриса. Ну, вот это у меня получается. А королева – я королева для своих близких. Это точно. Потому что я заводила во всех, во всех делах по жизни. Нужно меня, говорит, помнить, оменяем чем-то там собачим очень быстро. Говорит, ты же недавно менял, год там назад. Оноела. Вот это, понимаете. Поэтому... А сейчас говорить о том, кто королева, кто не королева, это не мне, говорит, об этом. Да что это такое? А ну, ступай домой, алкоголик. Оставь меня, старушка, я в печали. Старушка? Ну, ты нахал. Я же на пять лет тебя моложе. Да ты ведьма, я посмотрю. Уважаемые телезрители, еще раз мы с вами вспомнили мгновение из легендарной комедии «Иван Васильевич меняет профессию». И сегодня в гостях «Новое утро» побывала легендарная советская актриса, королева комедии Наталья Крачковская. Наша программа продолжается, и впереди еще немало любопытных, интересных моментов.